Глава 66. Спрос и предложение. Какими бы ни были планета, мир, измерения и план бытия, однако утро на ферме начинается рано в любом из них. Даже если поля зимой спят под снежным покрывалом, до зари все равно необходимо подоить коров и собрать яйца, пока они не разбились или запачкались. Остальными делами можно заняться и не так рано, однако их все равно необходимо сделать сегодня, чтобы не выбиваться из графика. В обычный день любой заглянувший на ферму сладкое яблочко увидел бы крупного красного жеребца и оранжево-рыжую кобылу, прикладывающих все силы в борьбе с повседневной фермерской рутиной. Однако сегодняшний день оказался далек от нормального. Столь знакомую всем пару нигде не было видно, вместо них эти заботы взяли на себя шестеро жеребят-подростков, у которых сейчас в школе были каникулы. В отличие от обычных пони, они могли куда лучше справляться с подобной работой и отнюдь не только за счет того, что их было больше. Превращаясь в другой свой облик, они пользовались преимуществом в виде ловких пальцев, добиваясь результатов, которых могли достичь только немало тренировавшиеся единороги. Вдобавок, ученики на каникулах использовали магию, влияя на мир вокруг себя. В итоге, с теми делами, которые обычно у красного жеребца его сестра отнимали целый день, эти дети справились всего за несколько часов. И хотя в процессе и умудрились настолько перепугать свиней, что те наотрез отказались вылезать из хлева, и благодаря тому, что все запланированные сегодня работа была сделана так быстро, у них осталось еще полно времени поиграть. У троих самых младших из них, несмотря на целое утро, за далеко не самой легкой работой, было еще полно бурлившей в них и срочно требующей выхода энергии. Поэтому они устроили на одном из полей соревнования, кто дальше ли гнет большой цветастый мяч. Жеребят совершенно не заботила мысль, кто будет приносить мяч обратно. Их огромный трехголовый пушистый друг, радостно машущий хвостом и периодически заливающийся лайм в три глотки, был более чем счастлив протянуть им в этом деле лапу, хотя, наверное, правильно будет сказать, зубы помощи. Хоть поперво я была не в восторге, заметила Applejack, наблюдая за их игрищами, но в итоге Пушок и правда стал для нас членом семьи, особенно когда Твайлайт смастерила ему ошейник, чтобы он перестал землетрясенеть. «Земля чего?» переспросила Джинни. «Так, Грюш, когда он сильно радовался или увлекался, то от его иной магии земля тряслась. А еще Твайлайт нам кое-что рассказала про трехголовых псов, например, что они даже меньше войноны едят. Так, что мы почти всю сушеную еду, что Apple Bloom прислала, свиньям отдаем, чтобы не пропадала». «А ты его не учила помогать загонять скот?» спросила Apple Bloom, задумавшись о Вайноне. «Не, иначе корова забастовку устроит, ежели я еще раз-то попробую сделать», призналась Applejack. «Правда, от него есть и другая польза». «А какая?» спросил Рон. Внезапно Пушок поднял все три своих головы и навострил уши, прислушиваясь к отдаленному звону колокола. В следующую же секунду Цербер вскочил и, схватив, словно котят за шкирку по жеребенку, в зубы, рванул в сторону, откуда раздавался звон. «Пушок, плохой пес! Отпусти меня! Я тебе не мяч!» Покачав головой, Applejack протрусила обратно к своему дому. «Должна признать, порой на правду очень помогает». На кухне тихого дома в пригороде Лондона Дин Томас оторвал взгляд от тарелки оладий и жалобно уставился матери в глаза. «Мне что, придется присматривать за Евой и Розой?» «Да, придется», строго ответила его мама. «Ты уже достаточно для этого взрослый, так что нет смысла тратить деньги на няньку, когда ты и сам можешь присмотреть за своими сестрами. Это все часть взросления и неплохая тренировка умения быть ответственным». «Но я хотел пойти найти друзей», взмутился Дин. «Я их уже три месяца не видел». «Не всегда в жизни ты получаешь все, что хочешь», сказал отец. «Ты должен присмотреть за девочками. Продукты из твоего сундука стали неплохим подспорьем, но нам все равно нужно будет поэкономить деньги, если не хочешь, чтобы пришлось выбирать между едой и теплом в доме. А потому тебе придется помогать нам по дому». «Ну ладно», — протянул побежденный Дин и вернулся к недоеденному завтраку. К моменту, как показалось знакомое здание, крики уже утихли. Удерживаемый в пасти трехголового щенка переростка трое жеребят только и могли, чтобы спокойно переглянуться, когда пушок затормозил у входной двери и вежливо в ту поскребся. Уже через несколько секунд дверь распахнулась, и из-за нее показалась приветливо улыбающаяся мордашка. «Эпплблум», — сказала мисс Черрили, ближайшему к ней жеребенку. «Вижу, ты решила присоединиться к нам в последний день перед каникулами, и ты привела с собой друзей?» «Я Рон!» — раздраженно простонав, произнес жеребенок по центру. Присмотревшись, Черрили тут же поспешила исправить оплошность. «А, вот ты где, Эпплблум», — сказала малиновая земная пони, повернув голову к жеребенку слева. «Хочешь посидеть за партами, за которыми ты с остальными меткоискателями сидела?» «Если честно, мы-то не планировали», — призналась красногривая жеребенка с бантом. «Пушок очень помогает в том, чтобы все жеребята оказывались в школе вовремя», — хихихнула мисс Черрили, глядя на то, как жеребят поставили на землю перед ней. «Предатель!» — буртнул Эпплблум в сторону Пушка, на что тот только радостно завилял хвостом. «Тебе стоит всему классу рассказать о своих впечатлениях», — сказала малиновая земнопони. «Уверена, им будет интересно услышать о твоих приключениях и о том, насколько отличается твоя новая школа». Дамблдор, окруженный калейдоскопом негромких щелчков, постукиваний, позвякиваний и перезвонов, что наполняли пространство его кабинета, корпел за своим рабочим столом над документами. Сейчас, когда магическое правительство ушло на рождественские выходные, у Альбуса наконец-то появилась возможность заняться не столь срочными и первоочередными директорскими обязанностями. «Настало время согласовать все непредвиденные расходы, а учитывая все эти протесты родителей о том, что их «милые маленькие ангелочки» никогда в жизни ничего подобного не совершили бы», почти дословная цитата высказывания одной из родительниц, и потому просто не могут быть ответственными за те катастрофы, что их «ангелочки» учиняли, «директору понадобится все огневиски, что еще осталось в его потайном мини-баре». Увы. Начинать читать финансовый отчет, одновременно делая глоток, надеясь хоть немного расслабиться, было ошибкой. Итогом стало крупное опаленное пятно на стене напротив, куда угодила выплюнутая им обжигающая жидкость. Однако директор практически не обратил на пятно внимания, и неудивительно. Учитывая прочитанное, он был уверен, что из-за этой проблемы школа понесет немалые убытки. В конце концов, пять бочек качественной смолы и медузного дерева стоят даже больше, чем вес он и в золоте. Из-за этого он был вынужден срочно связаться с семьями всех вовлеченных учеников, надеясь, что те согласятся компенсировать хотя бы по несколько галеонов от стоимости приобретения. Однако первая же семья в списке дала разрешение на закупку и согласилась возместить все потраченные деньги. После этого, каждый раз, когда кто-то из гриффиндорцев-первоклашек умудрялся вымазаться в дожуте липкой смоле, причем совершенно немыслимым и даже абсурдным образом, Дамблдор тщательно он и записывал. Это, правда, не особо приблизило Альбуса к пониманию того, каким образом они уже больше пяти раз оказывались в той липкой ситуации. Директор ожидал, что их родители станут возмущаться и спорить о том, что подобные инциденты точно не смогут быть частью процесса школьного обучения. И потому суть содержимого письма, что сейчас лежало перед ним, явно норовила избежать его понимания. Текст послания содержал разрешение на покупку даже не пяти, а десяти бочек смолы. В приложенной к письму записке некто по имени Макинтош Эппл написал, что всего лишь приготовился к неизбежному. Как любопытно. Очень. Очень любопытно. Двое новых членов семьи сидели со своей новообретенной семьей и наслаждались довольно необычным для них завтраком, зажаренным до легкой хрустящей корочки сеном, обжаренным в томатном соусе с золотистым луком и грибами. Блюдо было слегка сбрызнуто соусом из упаренного сидра, приправленного шалфеем, тимьяном, розмарином и украшенной веточками петрушки. В приводе сего кулинарного шедевра, приготовленного в домашних условиях, из того, что завалялось в холодильнике, даже личный шеф-повар самой Селестии был бы впечатлен. Ну, на деле лишь один из этих двоих наслаждался столь необычным для себя блюдом. Второй в это время хомячил совиной вкусняшки. Надеюсь, ты не расстроен, что у нас завтрак без мяса. Бунбун обеспокоенно посмотрел на жеребенка, уплетающего зоби щеки содержимого тарелки перед собой. Лера говорила, что в том мире оно было в каждом блюде. — Я позже куплю немного потрохов и солю на трески, если ты не против. — Эм, вам не обязательно этого делать. Отвел Гарри, прожевав и сглотнув. Профессор МакГонагл говорила, что я могу есть то же, что и другие пони, пока остаюсь в этом облике. Она нас предупреждала, чтобы мы не рассчитывали получить мясо на каникулах. — Да и вы очень вкусно готовите. — Но я же не хочу, чтобы ты из-за нас неправильно питался, — сказала кремовая земнопони. — Не забывай, мы же теперь семья, так что не нужно к нам на «вы» обращаться. — Да, да, извините, извини, — поправился Гарри. — Да не волнуйся так, Бонни. Оторвалась от своего завтрака Лера. У людей питание уже давно стало наукой. — Они точно знают, какой продукт, что делает с их телом и для чего нужен. Более того, когда заходишь в любой их магазин, то на обертках всех продуктов написано, из чего точно они состоят и в каких пропорциях. Они даже продают таблетки, которые помогают, когда в организме не хватает каких-то, как их там, а, витаминов. К тому же у меня в тумбочке стоит банка со всеми нужными добавками. Так что с ним все будет в порядке. Мне это кажется каким-то бессмысленным. Бонбон упустил взгляд на свою собственную тарелку. То есть, я знаю, что каждому виду существ нужно питаться определенными продуктами, чтобы оставаться здоровыми. Но как в этом может помочь какие-то таблетки? — Мы просто не видим леса за деревьями, — стала объяснять Лера. Мы рассматриваем цельное, состоящее из каких-то частей, а люди рассматривают части по отдельности. В их таблетках находится то же, что и в самой еде, только сконцентрировано. Вот как ты вывариваешь воду из молока, чтобы получить сгущенку для начинки, так и тут же то же самое. На самом деле я просто поражаюсь тому, как много всего они смогли достичь из-за того, что у них нет магии. — Многое из того, к чему мы приходим методом пропоошибок, они предсказывают одной лишь математикой. Вон, наши умники из Селестиевой школы до сих пор в шоке от атомной теории и всех тех возможностей, которые она открывает нам. Ну то есть, в мире Гарри Поттера они даже придумали легкий способ получения алюминия, отчего он у них дешевле дерева, представляешь? — А что, алюминий здесь дорого стоит? — спросил Гарри, подняв голову. — Да, немало богатых пони заработали на его добыче целое состояние, — ответила кондитер. — А-а-а... Протянул синий пигасенок и вернулся к поглощению завтрака. Раздавшийся стук в дверь прервал их разговор, и Бон-Бон поднялась из-за стола и поспешила встретить неожиданных гостей. — Доброе утро же, ребята, — сказала кремовая земнопони, когда увидела новоприбывших. — А это на вас что, смола? — Не, слюни пушка, — поморшился Рун. — О, он подумал, что вы решили пропустить уроки, да? — Но зато вы знаете, почему теперь у нас никто не прогуливает. — Газь, — ответил недовольно Эппл Блум. — Мы красросили на ферму и думали взять Гарри с нами. Но спервые за столько времени будет целый день на меткискательство. — Сейчас подождите минут десять. — отозвался Гарри, буквально до блеска вылизывая тарелку. — Я, по-моему, посуду и освобожусь. — Из чего ты вдруг решил, что должен идти посуду мыть? — спросила мятная единорожка. — Э, но... — начал озадаченный пигасенок. — Иди, поиграя с друзьями. — Сказала Бон-Бон, подсоков обратно к столу. — Я сама помою посуду. Гарри ошарашенно уставился на двоих взрослых в комнате. — Мне не нужно делать домашнюю работу? — Ну, не думай, что тебе не придется совсем ничего делать, — пояснила Лира. — Убирать свою комнату — твоя обязанность, это так. Однако тебе не придется делать так много работы по дому, как раньше. — А теперь иди уже, играй. — Вы уверены? — Насторожно переспросил синий пигасенок. — Иди, иди, — повторила Бон-Бон. — И не опоздай к обеду. Вздрогнув из-за напоминания, Гарри все же неуверенно направился к двери. — Теперь нам надо только заскочить за свете и ей на метлой, — сказала Эпплблум. — Затем захватим наши, и можно будет слетать до Скутолу. — Рейнбоу дэш можно много кем назвать. — Наверное, слово «быстро» приходит новым самым первым, если кто-то возьмется ее описать. — Вторым, скорее всего, будет «хвастунья». Ну и не стоит забывать о верности, в конце концов, недаром она представляет именно этот элемент. — Однако вот уж кем точно нельзя назвать Рейнбоу, так это ранней пташкой. Ну, точнее назвать-то можно, но Эпплджа гарантированно потребует перестать врать. Поэтому, спустя три минуты назойливых звонков, дверь все же распахнулась, и на пороге показалась заспанная, зевающая и хлопающая глазами окисова голубая пегаска. — Девчонки, утречко! — пробормотала Рейнбоу дэш, а затем смачно зевнула. — Доброе утро, Рейнбоу дэш! — хором отозвались же ребята. — Я мальчик! — добавил один из двух желтых жеребят. — С этим бантом в волосах так и сразу и не скажешь! — поддразнил его синий пегасенок. — Что? Какого? — Я прибью Джорджа с Фредом! — Шутники Мордредовы! — По-моему, ты с ним выглядишь милым! — прокомментировала миниатюрная копия Биг Мака. Глядя на их перепалку, Рейнбоу невольно хихикнула. — Ладно, заходите, давайте. — Пойду с кутолу, скажи, шо пришли. С этими словами голубая пегаска развернулась и направилась в сторону комнаты вышеупомянутой жеребенки. Но, сделав четыре шага, она замерла посредине пятого. Что-то не сходилось с ее сознанием. Дабы убедиться в своей теории, она надавила пару раз передним копытцем на пол и тут же ощутила знакомое чувство мягкости и воздушности. Не убежденная окончательно, Рейнбоу опустила взгляд и удостоверилась, что действительно стоит на полу своего облачного дома. — И что, не уснула опять? Утваяла ты и Флаттершай? — Окончательно сбитая с толку пегаска обернулась через плечо к жеребятам. В ответ Свети Белль помахала ей с широченной улыбкой на лице. Рейнбоу Дэш снова посмотрела вперед, пытаясь с почти физически слышимым скрипом давно не смазываемого механизма заставить работать шестеренки ее сонного мозга, что у нее выходило из копыт вон плохо. Что-то было не так. Что-то точно было не так. Что-то совершенно определенно было не так. Пегаска вновь на всякий случай обернулась через плечо. На этот раз была очередь Эппл Блум ей махать, что выглядело довольно странно, учитывая то, что красногривая жеребенка сидела на метле. А, так вот что было не так. Слово «земная» в названии «земная пони». Рейнбо Дэш вновь посмотрела вперед и все еще с трудом провела кое-какие расчеты. Сложив два и два и получив четверг, радужногривая пегаска подняла копыта и прикусила его. Больно! Значит, она не спала. Рейнбо сделала глубокий вздох и «Скуталу!» — закричала она на весь дом. «Ты что, смешала яблочный сок с каким-то зелем или с огневиски?» «Если да, то ты меня подловила. Ха-ха-ха, очень смешно. А теперь прекращай уже!» Да, совершенно очевидно, что Рейнбо Дэш ранней пташкой не была. Что когда-то было ее убежищем, святыней, теперь стало для нее сущим наказанием. Непривычное чувство было практически невыносимым. Родители ушли на работу, оставив ее дома одну. Было время, когда в такие моменты она чувствовала себя словно в раю на земле. Родители прекрасно знали, что она достаточно ответственная и самостоятельная, и потому ее можно оставлять одну дома без присмотра. И она делала все, чтобы укрепить их веру в нее. Однако сегодня она впервые за последние несколько месяцев чувствовала... ...одиночество. Она больше не могла просто спуститься из библиотеки в общую гостиную, где получала всеобщее внимание, заботу и поддержку. Впервые за всю свою жизнь идея остаться наедине с книгами не привлекала ее. Не то, чтобы она разлюбила чтение, вовсе нет, но... ...чего она желала больше всего сейчас, так это, чтобы хоть кто-нибудь заполнил ту дыру в сердце, которой не было ранее, и которую она внезапно ощутила, оказавшись дома. Она вдруг поняла, что нуждается в компании. Может, стоить завести кота? Мысль, последовавшая за этой, ужаснула ее. Она что уже, превращается в какую-то сумасшедшую кошатницу? Потому сейчас, сидя в кресле напротив камина, Гермиона вела бурный мысленный диалог о том, стоит ли ей попытаться позвать друзей или же пока еще рано их беспокоить. Приведя ночь одна в своей кровати, девочка уже соскучилась по физическому контакту, той близости и теплоте, которые он ей дарил. Однако она была слишком взрослой, чтобы проситься в кровать к родителям. Ее рациональная аналитическая часть разума гадала, как она могла так быстро привыкнуть к тому, что рядом с ней все время находились ее друзья. Гермиона с трудом могла поверить в то, насколько сильно жаждало их общество после всего лишь одного дня разлуки. И когда посреди гостиной вдруг вспыхнул знакомый пламенный шар, с ее губ сорвался не в скрик удивления, а скорее вздох облегчения. «Привет, Гермиона!» — помахала из кутлу. «Мы хотим попытаться сегодня получить кьюти-марки сенонасестов!» «Финансистов!» — поправила ее Свити Бэль. «Да неважно!» Каким бы ни были вселенная и план бытия, «Деньги умеют говорить!» К сожалению, их любимым и, похоже, единственным словом было «Прощай!» Но что более важно, деньги были ключом ко многим дверям и открывали перед своими владельцами немалые возможности, соразмерно своему количеству. Например, в Кантерлотте забиться можно снять комнату в самом роскошном отеле для ведения бизнеса. Забиться можно нанять отряд королевских стражей, которые будут охранять вас, пока вы ведете свои дела. Что еще важнее, забиться можно заказать у отеля обслуживание пони, ожидавших своей очереди в ведение вышеупомянутых дел, выделен для них комнате. Очевидно, что даже самые глупые и наивные довольно скоро осознают ценность денег и выгоду от обладания ими. И время это многократно сокращается, когда один из членов табуна столь сильно любит книги, причем любые. Просто поразительно, сколь многого они смогли в тот день достичь, причем за какие-то несколько часов с момента, как позавтракали. — Значит, мы договорились, — спросил Луны Лавгут у чванливой единорожки, сидящей за столом напротив нее. — Да! — ответила белая кобыла-единорог, глядя на маленькую фестралочку в огромных очках сварщика. Голосу и буквально сочился подлостью и коварством. — Бицы, моя недвижимость на центральном проспекте и груз железной руды за два слитка алюминия в копыта длиной. Это прекрасная и честная сделка. — Понятия не имею, что мы будем делать с грузом железной руды, — призналась Луна. — Однако мы не хотели заставлять вас продавать свой дом. — Чепуха! Я готова предложить вам намного больше за дополнительные один или два слитка алюминия, — с надеждой сказала белая единорожка. — Простите, однако нам пришлось ограничить продажи. — Только по два слитка в одни копыта. — Сдержанно ответила фестралочка. — Все же у нас ограниченные запасы. — А-а-а, полагаю, Гарби Хувс получил куда больше двух слитков. — Попыталась надавить единорожка. — Он был одним из первых наших покупателей, — ответила Луна. — Мы не могли предвидеть, что наш товар вызовет такой ажиотаж. — И правда. Включилась в разговор сидящая за соседним столом с Витибель. — Это намного лучше наших лимонадных ларьков. — А что такое лимонадные ларьки? — спросил из-за своего стола Симус. — Мы тебе как-нибудь покажем, — ответил Эппл Блум. — Ну, не знаю, — пробучалась Кутулу. — Мы за него так и не получили кьюти-марки. — Мне норм, — сказал Дин. — Хорошо, что я упросил того стражника сводить его и Розу в парк. Это куда интереснее, чем целый день сидеть с ними дома. — По-моему, просить о таком стражников не очень правильно, — заметила Порвати. До сих пор не верится, что они решили выделить нам целый отряд на весь день. — Если учесть то состояние, которым вы обладаете, — проследить за тем, чтобы вы не попадете в неприятности в их же интересах, — сказал синий жеребец, сидящий напротив Эбигейла. — Неприятности? — фортнула Эппл Блум. — Я бы сказал, что неприятности сегодня мы смогли избежать. — Школа уже закончилась! — крикнул внутрь сундука Даймонд Тиара, распахнув крышку. — Это наш шанс не встретиться! — Да, Прима, — ответил Барнаби, поднимаясь с дивана, на котором сидел, страшась грядущего. — Используй мое кольцо и превращайся, — продолжил Даймонд. — Сильвер Спун, ты приготовила ленты? — Ты уже решила, какого цвета лента нужна? — спросила Сильвер. — Сначала посмотрим, какого цвета он окажется после превращения. Твайлетт неторопливо рысила по улицам Пани Виле. На ее спине сидел одурманенный любовью Спайк. Последнее было совсем неудивительно, поскольку бок о бок с ней шли Эппл Джек и Рэрити, и прохожие пони могли почти физически видеть сердечки, летевшие от дракончика к белой единорожке. — Спасибо тебе, что помогаешь присматривать за малыми, — сказала Эппл Джек. — Кто знает, что они могут учудить. Особенно, когда те трое куда-то утащили перси Уизли. — Мне кажется, ты их слишком уж опекаешь, — сказала Рэрити. — Не забывай, ты и сама была же ребенкой. — Потому-то и боюсь, что помню, — ответила рыжая фермиша. — Рэрити, Твайлетт, Эппл Джек, — охликнула их Лира, подходя к подругам, и все так же витающему где-то на седьмом небе дракончику на спине одной из них. — Добрый день. Вы, случайно, жеребят не видели? — Мы договорились пойти на ужин в гости, а я нигде не могу отыскать Гарри Поттера. — Ммм, я, малых, с утра не видала. — Отозвалась рыжая земная пони в шляпе. — Они правда что-то говорили про свое меткоискательство? — Ты их клубный домик проверяла? — Проверяла, там их не было, — ответила мятная единорожка. — А еще в городе как-то слишком уж тихо, учитывая, что они опять меткоискательством занимаются. — Прошу, если найдешь их, отправь Свите домой. В Клинос Рэрити Маха все утро по магазину кружит. За ней уже семер жеребцов приударить пытались, и как бы забавно это не выглядело, она уже начинает надоедать. — Бля, — сказал свое веское слово Спайк. — Твайлайт, тут письмо от принцессы. — Спасибо, Спайк, — ответила лавандова единорожка. — Можешь его прочесть? — Конечно, — отозвался дракончик, разворачивая послание. — Дорогая Твайлайт, прошу, приезжай в Контерлот из-за береметкоискателей. Они чуть не обрушили экономику Эквестрии. Искренне твоя, принцесса Селестия. — Содержимое письма, озвученное Спайком, было встречено шокированным молчанием и направленными на него ошарашенными взглядами всех пони, оказавшихся в радиусе слышимости. — Скажу честно, такого я не ожидал, — прокомментировал дракончик, сворачивая свиток. — Ну, мы теперь хотя бы знаем, где они. Лира, ты, по-моему, поспешила со своим уж слишком тихо. — Чуть не обрушили экономику? — с нескрываемым любопытством прошептала себя под нос уже привыкшая ко всему Рарити. — Да как они вообще оказались в Кантерлоте? — ахнула Твайлот, сознание которой зацепилось за непонятный для нее момент. — Жеребятам же нельзя ездить на поезде без взрослых. Их туда даже не пустят. — Не думала, шо Селестия из тех, кто будет так над понями штуковать, — сказала Эпплджек. — Это просто смешно. Подумай, шо кучка же ребят могет экономику обрушить. — Дык, даже если это муткоискатели. — Точно уж, — протянула мятная единорожка. — Они же там всего полдня пробыли. — Да и как они вообще могли бы обрушить эко... Ой... Вдруг догадалась она, сделав большие глаза и прижав ушки. — Лира, дорогуша... — с легкими нотками беспокойства в голосе произнесла белая фиолетовая единорожка. — Не знаю, как другие, но я, например, нахожу слово, которым ты решила закончить фразу, крайне обескураживающим и, более чем, беспокоящим. Черрили неторопливо шла по улице вместе с Кэрэптоп и Берри Панч, радуясь, что в школе сегодня был сокращенный день, и потому она освободилась пораньше. — Так что просто попросим их прислать еще огневиски? — спросила на ходу Берри. — Мы так можем целую коллекцию собрать. — Думаю, в следующий раз вечеринку с огневиски будет лучше всего закатывать в той пещере с кристаллами, — предложила Кэрэпт. — Там хотя бы нечему гореть. — Или вы можете просто забыть об огневиске? — урезонило их Черрили. — Некоторые пони до сих пор не отошли от вашей прошлой попойки неделю назад. — А, не говори ерунды. — Отмахнулась желтая земнопони с морковками на кьюти-марке. — И потом. — Ты со своей школой все веселье пропускаешь. Поверь, тебе просто необходимо попробовать огневиски. — Небольшая боль и жжение того стоит. — Нам нужно лишь таскать меткоискателей и попросить заказать еще, — добавила Берри. — Мисс Черрили! — внезапно раздался позади них голос жеребенки. Обернувшись как одна, трое кобылок увидели подходящих к ним Даймонд Тиару и Сильвер Спун, сопровождаемые угрюмо выглядящим молодым серым жеребцом-единорогом с тускло-оранжевой гривой. Красок ему добавляла куча разноцветных ленточек, вплетенных в гриву и хвост, а довершала картину широкая розовая лента, завязанная на голове бантом, явно пародирующим тот, что постоянно носит Эпплблум. — О, девочки! — улыбнулась Черрили при виде своих бывших учениц. — Рада вас видеть. Ваши одноклассники уже по вам соскучились. — Добрый день, мисс Черрили! — оживленно отозвалась Даймонд. — Честно говоря, ненавижу дарить подарки и сразу убегать, но папочка буквально только что мне сообщил, что мы на ближайшем поезде отправляемся в Контерлот, чтобы успеть все купить до ночи, так что приходится спешить. — К дискорду подарки! — воскликнул Каротоп, едва ли не пожирая взглядом точеную фигуру жеребчика перед ней. — Лучше скорее познакомь нас со своим другом! — Он для мисс Черрили! — спокойно заявила Сильверспун. — Чего? — обеспокоенно переспросила учительница, переводя взгляд на пышущего здоровьем серого жеребца. — Я же помню, как вы завидовали, когда я получила брачный договор, когда у вас до сих пор его не было, — сказала Розовая жеребенка. — Поэтому я вам дарю этого жеребца! Секунды позже белогривая подруга ткнула тебя рукопытом в бок. Последняя вздохнула, посмотрела на Сильвер, а затем вновь перевела взгляд на Черрили. — Мисс Черрили! — произнесла она подчеркнуто официально. — От имени меткоискателей я дарю вам брачный договор и прилагающегося к договору жеребца. Отныне бар на Белли принадлежит вам. — Чего? — вытаращила глаза Черрили. — Ну, мне пора бежать. Папочка ждет! — Набегу! — крикнула Даймон Тиара, голопом спешащая в сторону вокзала. — Эй, меня подожди! — крикнула Сильверспун. Сильверспун, поспешив вслед за подругой. — Против взглядом убегающих жеребенок, трое кобылы вновь обратили все внимание на молодого жеребца. — Эм, здравствуйте! — произнес Барнаби со всем достоинством, на которое был способен. — Здравствуй! — эхом отозвалась тройка кобыл. На несколько секунд между ним повисла неловкая тишина. — А довольно милые ленточки! — наконец нарушила молчание Барри. — Могу помочь их поснимать, — предложила Кэрот. — Как мне сказали, их должна развязывать мисс Чиррелли, — сказал серый жеребец. — Хм... — облизнувшись, промурлыкала желтая земная пони. — Прекращай уже слюнями исходить, — отругал ее Чиррелли. — Это, в конце концов, невежливо, — сказала кобыла с красивым молодым жеребцом в копытах, ожидающим, пока на нем развяжут подарочную ленту, — отметила Берри Панч. Чиррелли отчетливо покраснела даже сквозь малиновую шерстку. — Эм... — Здравствуй, — неуверенно обратился она к серому жеребчику. — Вы это уже говорили, — заметил Барнаби. — М-м... — Да и правда, — признала учительница. — А это вообще законно? — задала логичный вопрос Берри. — Да подобное просто не может быть законным, — выпалила Чиррелли. Берри вздохнула. — Полагаю, мы должны поговорить об этом всем с мэром, — сказала она. — Ты что, даже для начала не опробуешь его? — поинтересовалась Каратоп. — Что?! — в третий раз за последние пять минут спросила учительница. — Ну, я всего лишь предлагаю тебе сначала опробовать свое приобретение, прежде чем возвращать по гарантии. Тут же открестилась обладательница морковной кьюти-марки. — Что во фразе «это, скорее всего, незаконно тебе непонятно», — урезонила ее Берри. — Ничего не слышу. — Мне образ этого молодого красавчика мешает тебя расслышать. — Что ж… — вздохнул Чиррелли. — Отправляемся в ратушу, пока понибудь не совершил нечто, о чем будет потом сожалеть. Сумка на груди тягача исторгла свое содержимое, ожидаемо демонстрируя свою невоспитанность, а также явную неразборчивость в еде. Собравшиеся в уединенном обеденном зале на столь экстравагантное появление даже ухом не повели. — Твайлетт, хорошо, что ты смогла прибыть столь скоро, — сказала принцесса Селестия и махнула копытом в сторону столика, за которым сидела кучка жеребят в компанию сестры Луны. — Мы как раз только решили попить чай. — Может, присоединишься к нам вместе с подругами? — Благодарю, принцесса Селестия, — ответила Твайлетт, и в сопровождении Рерити Эпплджек, Рейнбуддэш и Лиры направились к столику. — Мы прибыли так быстро, как только смогли. — Похоже, вам удалось собрать всех меткоискателей в кучу, — сказала рыжая фермерша, пересчитывая жеребят. — Погодьте секунду, кажись, одному нема. — Молю, не говори, что по контрлоту один из них без надзора бродит, — ахнула принцесса Луна. Причем было непонятно, за кого она больше боялась, за жеребенка или за город. — Ну, это пегасенки и сестра-близняшка, — порезал Эпплджек, ткнув копытом в сторону Парвати. — Ее я тут не наблюдаю. — Падма? — спросила Парвати. — Так она же не меткоискатель. Она на Равенклоу, так что мы ее с собой и не брали. Вздохнув с облегчением, Рерити обернула магией чашку, которую слуга только что наполнил чаем. — Так насколько велик ущерб, который они нанесли? — спросила белая единорожка. — Что ж, давайте посмотрим, — сказал принцесса Солнца, пролевитировав к себе лежащий на столе свиток. — С сегодняшнего дня меткоискатели являются гордыми обладателями пяти роскошных особняков в центральном районе Контерлота. Кроме того, они стали владельцами еще 27 объектов недвижимости в черте города, 15 из которых являются довольно известными и престижными заведениями. Вдобавок, в их владении теперь также находится целая россыпь объектов по всей стране, в том числе находящиеся в упадке золотая шахта и весьма успешная солевая шахта. Также у них имеется весьма немалая сумма битсов на счетах в банке, и это не считая внушительного списка разнообразных товаров, я не представляю, что они собираются с последними делать. Эти же ребята должны будут в конце этого года заплатить налогов больше, чем весь суммарный бюджет Паневиля. К счастью, нам удалось остановить их до того, как они смогли нанести непоправимый для экономики вред. Рейнбудэш, нахмурившись, протянула крыло и подняла скуталу крупом вверх. — Эй! — возмутилась рыжая середневогривая пегасенка, размахивая в воздухе копытцами. — Неа! — сказала радужногривая пегаска, изучив бока своей приемной дочери. Кьюти-марки аферистов так и не получила. — Понятия не имею, как они умудряются проворачивать подобные трюки. И при том меньше, чем за полдня! — добавила Рейнбу, опуская скуталу обратно. — Если честно, я все еще не могу решить. — Научить их реальной ценности биться — это хорошая идея или же плохая? — Сдала риторический вопрос Твайлот. — И вы, наверное, хотите, чтобы они вернули все, что сегодня получили, да? — Непони из тех, с кем меткоискатели вели в сей день обмен, не испытают в будущем весомых затруднений. — Фыркнула Ночная Принцесса. — Факт в том, что ни один из них не расстался хоть с чем-либо в цене сравнимой с реальной рыночной ценой полученного. Понеси и думали, что используют доверчивость наивных жеребят. Сие из жадности живой пример. И столь же очевидно, что жеребята не осознавали, сколь ценность велика металла, что в их копытах был. — Вы шо, им всю-то оставите? — ахнула Эпплджек. — Да, — ответила Принцесса Селестия. — Моим первым предположением было, что они получали справедливую рыночную стоимость за столь крупную партию алюминия, импортированную в нашу страну, из-за чего я испугалась того, насколько разрушительными последствиями для экономики это может обернуться. Однако, проверив заключенные ими сделки, я обнаружила, что их незнанием реальной ценности алюминия беззастенчиво воспользовались ради наживы. И потому легко предположить, что все те, кто совершал столь нечестный обмен с жеребятами, станут всячески скрывать информацию о своих полученных в результате незаконных операций с ценным металлом доходах, в надежде, что я не явлюсь за ними и не упеку в темницу за столь бесстыдный обман. — Похоже, минус на минус дает плюс, — сказала Лира, отхлебнув чая, — ну или, по крайней мере, приличную прибыль. — Так, новое правило, — обратилась Рерити к жеребятам, внимательно слушавшим разговор взрослых, — больше никакого импорта алюминия из людского мира. Вы можете перевернуть экономику Эквестрии с ног на голову, если еще раз такое устроите. Точно так же, как создадите проблемы тому миру, если принесете туда слишком много драгоценных камней. — Понятно! — хором протянула малышня. — Так, погодьте-ка минутку! — вскинулся элемент честности. — А как они вообще могут всем этим владеть? Среди них даже взрослых нема! — Ха, это просто, — ответил Твайлот. — Все их приобретения проводились от имени табуна-меткоискателей. А для активов табуна возраст их участников не важен. — Ах, у меня от всего этого голова кругом! — пожаловался Рейн Будеш. — Мало того, что они умудрились такое провернуть, так еще каким-то образом выйдут сухими из воды. — А кто молвил, что они с сухими выйдут из воды? — спросила принцесса Луна. — Им все еще налоги заплатить потребно будет. — Так все! — тупнула рыжий земнопони, обращаясь к младшей сестре. — Как вертаемся на ферму? Скажу Биг Маку, чтобы научил тебя с деньгами обращаться! Тебе точно практика не помешает! — О, я знаю, что нам сейчас точно не помешает. Едва не пропела Рэрити, доставая магии из сумки тягача бутылку лучшего огневиски Маккартина. Ну, за предотвращение катастрофы. Перепуганные жеребята, сгрудившись в кучку, осторожно выглядывали из-за ног взрослых пони, выстроившихся защитной линией между ними и сильно обгоревшей дверью, которую захлопнуло случившимся с другой стороны взрывом. Все и вся в комнате были покрыты толстым слоем сажи, причем на полу его покров почти достигал слоя в копыта толщиной. — Сия последний есть раз, когда даешь ты огневиски сестре моей, — сказала принцесса Луна, обернувшись к Рэрити. — Альясна сия подданная последний раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова